Музыка Хочу сказать один такой эзотерический опыт из своей жизни. Когда у меня, это давно было, очень давно, когда у меня умер папа, и тенденция старого поколения, и они сначала начинают провоцировать. Если молодежь что-то задумала, они сначала видят так, если ты хочешь купить машину, то для того, чтобы на ней разбиться. Если ты хочешь поехать в отпуск, то для того, чтобы типа утонуть. Если ты хочешь что-то еще, и вот сначала приходили такие вот негативные моменты, всегда и начинали тебе гвоздиком вбивать, что никуда не езди, ничего не это, вот ходи пешком и доверяйся троллейбусу. И это то, что отец боялся изменений. Вот он боялся изменений. Он умер через болезнь, и его душа, в принципе, стала ходить по моему коридору. Хотя он в моей квартире никогда не жил, то есть я его реально видела. И это такая вот темная тень, которая не по полу ходит, а немножко выше пола, и вот вечером и совершенно реально. И тут я понимаю, что это та часть энергии, которая им здесь оставлена, и называется она, вот если так назвать, страх за меня, за Танечку, что с Танечкой что-то будет плохое случаться, и вот эти все страхи, вот они ходят. Мой младший сын тоже это видел. И тогда я стала каждый вечер уделять время разговору с этим аспектом моего отца. Именно разговору и говорить, что вообще-то все здорово. И вы знаете, прошло какое-то время, наверное, недели три, и я увидела, что это его тень стала беленькая, такая даже как будто бы улыбающаяся. И в один прекрасный день вечером я ложилась спать, и она заглядывает в спальню и вот так мне делает. И я поняла, что все, папа успокоился. И спросила сына младшего, и он тоже сказал, да, все, дедушка больше у нас не ходит. Хотя он как бы не участвовал во всем этом. Вот, так как у меня эти связи есть, да, так вот, что я хочу также сказать, что не надо бояться этих связей. Часто люди пугаются, ой, после похорон там душа приходит. Нет, вы просто успокойте эту душу и вот те энергии перестройте, именно перестройте, трансформируйте на другой фокус, на другой уровень вибраций. И все пройдет совершенно нормально. И вот этих страхов, страхов покойников, страхов там на кладбище бывает, их не будет, потому что это энергии, которые мы окрашиваем, которые мы запрашиваем. Если у нас есть семечко какого-то негатива, оно будет к нам прилетать. Энергии наших родственников приходят к нам чаще, потому что вибрация в нашей крови есть. Это остаточная вибрация, которая и призывает. Поэтому с родственниками мы чаще всего и можем встретиться в тонком плане. И бояться этого совершенно не стоит. Я хочу напомнить, что в любом страхе творец вы. Как только вы теряете свою творческую, как это, не перспективу, а свою творческую инициативу, тогда будет она у вашего страха. Поэтому вы хозяин ситуации. И пока у вас есть тело, вы здесь все выбираете. Там вы тоже выбираете, но немножко иначе. А здесь вы, вы хозяин ситуации, и вы выстраиваете эту ситуацию вокруг себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok